Торжественно открыла выставку директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсаля. Перед тем, как огласить решение экспертной комиссии, она подвела итоги года для ЦВЗ Союза художников. В 2022 году в нем прошло более 25 выставочных проектов. И нам удалось реализовать и фотопроекты, и выставки наших художников-живописцев, юбилейные выставки. А зарубежные две интересные выставки у нас прошли. Это выставка Иды Таубе, фото-выставка, и наших друзей, коллег-художников из Кабардино-Палкарии. В общем, для нас это был, для художников, очень интересный, насыщенный год. И я надеюсь, что в следующем году нас ждут тоже интересные мероприятия. Эльвира Арсаля передала слово руководителю Росотрудничества в Абхазии Дмитрию Федотову. Сделать небольшую, скажем так, награду или грамоту участнику, который сделал очень большой вклад в развитие керамического искусства. И человек, который имеет и корни, и по отношению вклад, и по отношению и к России, и к Абхазии. И что для нас немаловажно, это то, что этот человек достаточно много вложил в развитие данного искусства. И вот мы сейчас стояли здесь и разговаривали. Я думаю, что только человек, который, ну может быть не только, но я думаю, что в основном люди, которые находятся на стыке разных культур, и люди, которые имеют как минимум несколько образований, могут в своей работе становиться лучшими. Поэтому со своей стороны мы решили этого человека наградить. Мы решили наградить грамотой за многолетний труд и вклад в развитие декоративно-прикладного искусства «Будяк Людмилу». По словам Эльвира Арсалия, награждает победителей традиционно министр культуры. Потому награждение пройдет на закрытии выставки. Но именно лучших были озвучены уже сегодня. Третье место заняла работа Виссариона Цвижба из цикла «Апсила. Абхазо-Грузинская война в Мокве». Второе – Руслан Габля «Золотая палитра». Первое – Виталий Дженни. Весна. Так получилось, что только членам Союза художников разрешили принимать участие в этом году. А раньше мы могли выставлять даже молодых художников, которые учились, даже студентов. Но так как Министерство культуры это все организует, и от них мы получили такое, что только для членов Союза художников. Я надеюсь, подрастающие поколения это поймут, и для них это тоже будет стимул работать, чтобы попасть в Союз художников. Выставка «Лучшая работа года» проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников Абхазии с 2001 года. В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, созданные в течение 2022 года. Посетить выставку можно до 13 декабря.